Привет, друзья! Всем привет! У меня в гостях Юля на участке, и у нас сегодня важная тема – борьба с сорняками. Мы с Юлей поделимся секретами прополок, объясним, какие сорняки могут расти на участке, какие условия для их роста и как с ними бороться. А в конце ролика поделимся секретом классного компоста. И сейчас пошли все вместе на огород, потому что мне очень интересно, как Дима справляется с целым гектаром земли, что у него сорняков очень мало. И это тайна, которую мы хотим передать вам. Дим, я смотрю, у тебя малина просто шикарная. Обычная проблема всех малинников – это карпива. Но у тебя ее нет от слова совсем. А то, что есть, это, говорится, мелочь пузатая однолетняя. Лебеда обыкновенная и пастушья сумка. Кстати, лекарственное растение, если что, кровоостанавливающее. Вот однолетние сорнячки, ну, как вам сказать, это как простудное заболевание у человека. Появляются регулярно. Но бороться с ним тоже можно. Вот ты как справляешься? Однолетние сорняки здесь растут и попали, скорее всего, с навозом где-то. Потому что здесь был засыпан, замульчировано все на осень куриным пометом. Ну, естественно, кур кормит зерном. Где-то попадаются семена сорных трав. Ну, и что-то где-то насеялось. Ну, в принципе, не критично. Сорняков здесь, как видите, не слишком много. Во-первых, здесь было сделано несколько прополок. Я думаю, еще одна минимальная прополка. Малина сейчас разрастется, поднимется уже. Вот. И закроет все эти сорняки. И они не будут развиваться. То есть, уже практически полоть ничего не надо. Второй момент, что здесь все замульчировано. Да. Вот здесь междурядие проходы. Здесь есть мульча соломенная. И поэтому сорняков нет. Нужно отметить, что вот мульчирование – это реально самый экологичный, самый подходящий способ для приусадебных участков. Потому что хорошая толстая мульча, она вот таким вот сорнякам. Мокрица, кстати. Мокрица, плюшечка, подвинься. Тут немножко мокрицы. Еле отыскала. Она просто не даст им зайти. Поэтому, если есть возможность сделать такую шикарную мульчу, и можно мульчировать не только дорожки. Есть же, насколько я помню, ты мульчируешь и малину. Да. Я потом сделаю нормировку побегов. Удалю лишнее. Уже здесь будет видно, что оставить, что вырезать. И затем я уже полностью соломой буду мульчировать. Кстати, а сколько ты побегов оставляешь? На метр квадратный где-то 8-12 побегов. Остальное все удаляю. Это, кстати, оптимальное количество побегов. Тогда малина хорошо проветривается, и болезней меньше, и ягоди больше света, больше питания. Так что запоминайте. И вот, ну, есть, конечно, здесь бывают еще с весны и многолетние сорняки, одуванчики особенно. Любят насеваться. Есть вот такая корнекопалка. Я как-то уже про нее рассказывал. Очень удобно эти одуванчики доставать. Вот так вот где-то подковырнули этой палочкой. И с корнем этот одуванчик достали. Там маленькие, есть большие корни. Удобно ей пользоваться. Это самодельный инструмент. Может быть, в магазинах садовых продается, не знаю. Но это самоделка. Ну, в любом случае, это классное рационализаторство. Потому что перекапывать весь участок, чтобы выбрать все корни, бывает проблематично. А так ты выкапываешь конкретно только нужный одуванчик. Или конский щавель, или еще какой корневищный. У кого длинные корни. Вот, кстати, при борьбе с одуванчиками, с конским щавелем, с другими сорняками, у которых стержневой корень, очень важно извлекать их полностью. Потому что даже если вы вытянули часть одуванчика, но там что-то осталось, представьте, даже из малюхонького корня он может вылезти. А когда идет удаление полное, вероятность того, что одуванчик вернется, мумия иногда возвращается. Минимальная. Поэтому, если есть возможность, такую штуковину обязательно заведите. Ну что, пойдем еще? Я видела у тебя картошку, и там тоже кто-то растет. Мне интересно, как ты справляешься с сорняками на картошке. Там все растет. Кстати, еще один такой, по-моему, довольно известный лайфхак, но многие его упускают. Как сделать, чтобы сорняков было как можно меньше на участке? Не дайте им обсемениться. Если у вас сорняки только начали цвести, это последний звоночек, что вы должны их удалить. Выполоть, срезать, выкопать. Почему? Если они успели завязать, вот как пастушья сумка, семенные свои эти коробочки, да, и вы их выпололи и просто оставили, вот этих сил, что остались в стеблях, хватит, чтобы довести до созревания семена, и они рассеются. Поэтому полем выпалываем сорняки до того, как они завяжут семена, раз, и ни в коем случае не оставляем сорняки на грядке, потому что прошел дождь, высокая влажность, мы их выпололи целиком, и что-нибудь досозреет. Это касается не только однолетних, но и многолетних сорняков, таких как одуванчики. Ну, кто из вас не видел? Скосили дуванчики, два-три дня прошло, подсохло сено, и полетели парашютики. Хотя дуванчик срезан. Неужели, нет, ринклод, нет, ринклод круглый. Нет. Венгерки? Да. Нет. Первый год урожай дали. Первый год урожая венгерок. Кстати, венгерки – это и есть тот самый чернослив. Чернослив. Венгерка домашняя, итальянская, обыкновенная, белорусская, из них можно делать свой собственный чернослив. Есть один лайфхак. Дим, может, не будем пугать людей, а? Будем? А будем. Пойдем пугать людей. Все мы знаем, что сорняки бывают однолетние, которые живут один цикл, один год. Весной взошли, обсеменились, вот как пастушья сумка, как лебеда, высыпали семена и погибли. Ну, в принципе, с ними бороться можно самым надежным, экологически чистым способом. Да. Подсекая их, не давая им зацвести, не давая им отсемениться и быстренько удаляя. Гораздо больше проблем с многолетними, корневищными. Дима, выйти. А это хвощ. Не вырвешь ты его так. Один из самых злостных сорняков, неважно где, на картошке, на грядках, на клумбах, на газоне, это сорняк. Если честно, дуванчики отдыхают, они хоть, по крайней мере, красивые. Их можно выкопать. Вот это выкопать практически невозможно. Вы знаете, что у него корни уходят на глубину полметра и более. И там расползаются еще в горизонтальном направлении, куда угодно. И даже самый маленький корешок может дать начало новому растению. Поэтому бороться с хвощом сложно. Еще один товарищ, который портит настроение садоводу, это осод. Осод полевой. Есть еще луговой с колючками, на которыми... Молочай у нас тоже. Да, Молочай, кстати, у нас тоже. Называют его Молочай за то, что при сламывании у него выделяется млечный сок. Вот он. Потом все руки в пятнах. Правда, Дима? Да. И он тоже корневищный. И это корневище многолетнее хорошо сохраняется и очень сильно расползается. Вот здесь, Дима, ты мне скажи, как ты с ним справляешься? Ну как, здесь еще ничего не прополото. Вот. Сегодня у нас съемочный день. Поэтому полоть тоже не буду. Завтра, послезавтра. Я думаю, за дня три здесь шесть соток этих я выпалю. Значит, чем буду полоть? Во-первых, есть у меня плоскорез. Вот такая штука. Вот так вот все срезается, засыхает. Потом есть вот такая вот тяпка еще советских времен. Обычная тяпочка. То есть, да. Где-то руками что-то подпалю. А потом, чтобы грядки не осыпались. Вот так вот буду. То есть, где-то что-то подпалю. И можно и срезать вот эту вот штуку все. Вот зачем компань? Зачем какая-то техника? Достаточно Дима, тяпка и хорошее настроение. Это все выпалится. На самом деле, выглядит это пока что страшно все. Что вот так все в сорняках. Но ничего страшного нет. Главное здесь провести одну прополку, чтобы сорнякам не дать подняться выше картошки. Пока они еще не выше картошки. Где-то в уровень, даже где-то меньше. Поэтому критичного ничего нет. Если сорняки поднимаются уже выше ботвы картофеля, затеняют, отнимают силы питания, влагу. И картошка будет плохо развиваться. Будут тоненькие стебли. Тонкие стебли, значит, и урожай. Маленькие клубы. Да, поэтому надо выпалоть, дать картошке подрасти. Затем картошка уже начнет куститься. Закроются эти сорняки оставшиеся, если где-то что-то осталось. И уже сорняки, в принципе, картошке не страшны. Особенно, если картошка затвела, все, уже не надо волноваться, что какие-то сорняки смогут ей навредить. Уже это не страшно. Можно потом дальше не полоть. Кстати, Дима, а что ты делаешь потом вот с этой конкретно выпалотой травкой? Значит, траву потом в корзины я собираю. Так, и в компост. Потому что здесь на этой траве еще нет сорняк семян никаких. Это, кстати, здорово. Очень важно. Вот, если уже есть семена, допустим, лебеда уже дала семена, уже вызревшие семена, и в компост бросить. Все, в компосте эти семена никак не перегорят. Они останутся и потом засеются на грядке. Собственно, почему здесь, опять же, вот столько семян? Навоз? Особенно вот здесь в конце картошки, да, потому что был навоз. Был навоз. Дело в том, что многие семена, они даже, их эволюция предусмотрена у многих сорняков так, чтобы семена проходили через пищеварительный тракт животных. Представляете? Что им наш компост? Поэтому действительно очень важно, что ты убираешь сорняки, вот они только-только зацветают, вот даже еще толком ничего не завязалось, и в компосте они уже не успеют дозреть, особенно если вы заложили компост правильно. У нас сейчас есть очень хороший препарат, биологический препарат, который помогает сорной растительности в компосте разложиться максимально быстро. Это антистерня. Антистерня? Антистерня. Ну и не только, можно и триходерму использовать, у кого есть. И не только триходерму, у нас же сейчас столько много всяких биопрепаратов, которые помогают органику минерализовывать, переводить ее в нормальное, так сказать, удобоваримое для растений состояние. Поэтому мы вам однозначно рекомендуем, закладывайте сорняки, не просто разложили, закрыли, забыли, пролейте их профит антистерней, пролейте их триходермой, другими препаратами биологическими, которые помогут очень быстро разложить всю эту органику, перевести ее в нормальный, хороший компост, и потом вы вернете все на грядки. Кстати, покажем сейчас, как выглядит компост с прошлого года, который уже пролит антистерней, и как я использую этот компост, собственно, эту компостную кучу, она вовсе не пустая. Сейчас покажем. Ребята, я нашла хрен. Кстати, с одной стороны, это очень ценное овощное растение, но с другой стороны, если он расползся по вашему участку, то хрен вы его выведите обычными методами. Прополка с плоскорезом не прокатит, только методичное выкапывание, либо гербициды. Но это нежелательно. И самое главное, не кладите хрен в компост. Он там выживет. Кладите хрен в огурцы. Это правильное использование хрена. Но у меня он не сильно распространяется. Я специально оставляю. Здесь на картошке не могут. В одном месте он как-то любит здесь расти, и это на закатке потом. Огурцы как-то закатывают. Вот видите, начните культивировать какой-то сорняк, и он тут же перестанет расти, размножаться, начнет болеть, начнет всякие требования предъявлять. Вот это самое, что я не люблю. А вот это, понимаете, если хрен, сорняк, но полезный сорняк, вкусный сорняк, извините, хрен тертый со свеклой, это вообще вещь, то вот это, это, как вам сказать, цензурно, это кошмар любого садовода. Если где-то завелся в юнок, вывезти его бывает не просто сложно, очень сложно. Очень глубоко расположены корневища, которые уходят на полметра, на метр вниз. Традиционные прополки помогают мало, и здесь нужно сочетать выкапывание, при перекопке, конечно, выбирать корневище, и работа на истощение. Дело в том, что рано или поздно, конечно, у юнка кончатся силы, и он зачахнет. А если вы при этом еще локально капните какого-нибудь гербицида на него, системного действия на основе глифосата, только на него, можно при помощи кисти нанести на зеленые листики, то борьба с юнком будет гораздо легче. Но вы скажете, а что делать, если у меня в юнка этого целая плантация? Ну тут только комплекс агротехнических мероприятий. Это осенняя зяблевая перекопка, это вытягивание, это выпалывание. То есть если у вас завелся в юнок, настраивайтесь на долгосрочные, так сказать, бои. Потому что эта зараза крайне трудно искоренимая. Ее проще не допустить. Как только вы увидели, что он у вас где-то молоденький, вот я тебя видела, там молоденький был, дернула, сразу его выпалываете. Иначе он сформирует корневища мощные. Кстати, мало кто знает, что в юнок, точнее корни в юнка, довольно-таки ядовиты и поражают нервную систему, если употреблять их в пищу. И поэтому животным в корм в юнок ни в коем случае не давайте. Ну и вот тут тоже проблема всех наших садов, огородов, это куриная проса. Пока оно молоденькое, прекрасно выпалывается, но стоит ей подняться и выпалывать, вручную выпалывать тяпкой, бывает очень-очень проблематично. Это злаковое растение, которое образует мощную куртину. Поэтому, пожалуйста, не доводите ее до мощного вида. Обсемняется сумасшедшей скоростью, заселяет все буквально сплошной щеткой. Поэтому только на предупреждение, только они взошли, вот маленькие, как у Димы тут, смотрю, он уже пропаловал один раз, сразу их пропалываем. Лучше всего плоскорезом, который подрезает корневую систему. Такие сорняки из корней не восстанавливаются. Если вы их срезали ниже узла кущения, подрезали вот так, оно засохнет и больше не отойдет. Немножко про сорняки хочу сказать. Если на участке растет, как у меня, допустим, хвощ, конский щавель встречается, мокрица, обилие мокрицы, значит, скорее всего, что у вас почва кислая. Ну, я тут не соглашусь. Но не всегда бывает так. Бывает, что и нормально. В принципе, у меня почва где-то в районе 6-6 pH. Вот, это слабокислая почва, но хвощ, тем не менее, растет. Известкование помогает от хвоща, если проводить его правильно. Значит, известкование проводится в осенний период и уже на следующий год уже почва у вас более-менее раскисленная. Но если вы вносили, допустим, известковое удобрение доломитовую муку, там, известь весной, не ждите, что в первый год будет эффект. В первый год эффекта никакого не будет. Только на следующий год почва начнет раскисляться и уже через несколько лет хвощ начнет постепенно исчезать. Не сразу. Сразу такой эффекта не бывает, что раз вы посыпали участок и хвощ весь исчез. Его, естественно, станет меньше, но наверняка он весь не исчезнет. Все равно где-то он останется, но уже просто будет легче с ним бороться. Уже не столько будет хвоща, будет меньше мокрицы, конского щавеля будет меньше, вот многих других сорняков. Потому что основные сорняки, вот они предпочитают кислые, слабокислые почвы. Поэтому известкование желательно проводить раз в несколько лет. Можно проводить каждый год, но вносить известковые удобрения небольшими дозами. По чуть-чуть, примерно полкилограмма доломитовой муки вы вносите на метр квадратный, может быть, 300 грамм, но ежегодно. Но в любом случае, перед тем, как вносить доломитовую муку в строительную известь мел, лучше все-таки PH проверить. Потому что если вы переизвесткуете почву, это тоже будет нехорошо. У нас же проблемы с картошкой тоже самое, парша пойдет. Там, где почвы нейтральные, щелочные, у картофеля часто развивается парша на клубнях. Многим растениям тоже слишком высокая PH не подходит. Поэтому сначала определяем PH, и только потом решаем, сколько внести и извести. Чем более кислая почва, тем больше мы вносим. И действительно, Дима, ты прав, нужно вносить заблаговременно, потому что доломитка начинает работать через год. И лучше это делать с осени, чтобы у вас был запас. А лучше всего она проявляет свои свойства через год на второй, на третий. И, кстати, доломитовая мука это прекрасный источник магния для растений. Труднодоступный, то есть нужно, чтобы прошел год, но долговременно играющий. Поэтому не откладывайте определение PH. Смотрите, можно сделать своими приборами, PH-метром, лакмусовой бумажкой, либо отвезти в лабораторию и только потом приступайте к известкованию. А насчет индикаторных растений я с Димой отчасти соглашусь. Дело в том, что и хвощ, и конский щавель, и обыкновенный щавель, другие растения ацидофилы, любители кислых почв, они прекрасно растут и на слабо кислых. А так их назвали потому, что они могут расти на таких кислых почвах, на которых никто другой расти не будет. То есть к тому, что у вас есть хвощ, относитесь так, с подозрением, то есть это не значит, что у вас сильно кислая почва. Закисленная? У нас везде практически почва слабо кислая. Это да. Ну и бороться, конечно, придется с ним долго, и тщательно. А сейчас мы хотим посмотреть еще один участок у Димы, где у него свои сорняки отдельные. Пойдемте. Вот, кстати, показываем кучу компостную прошлогоднюю. И эта куча довольно молодая. Я осенью только заложил здесь компост. И, как видите, из компостной кучи я сделал такую гряду приподнятую. И здесь растут кабачки. Кстати, хорошо разложился. И компост, если видите, я копну даже тяпкой, уже такой полуразложившийся. А здесь в центре он уже вообще разложился. То есть, да, прошло, ну что там прошло? Естественно, что зимой компост не перерабатывался практически, да. Началась переработка только весной. И уже вот июнь месяц, и компост вот в таком виде. А к осени это всё уже будет в таком перепревшем состоянии. Уберётся урожай кабачков, тыкв, вот, и компост потом по огороду я разнесу. Или в теплице, вот она рядом. всё здесь проливалась проливалась с ранней весны уже триходермой. Да, ранней весной. Триходермой это такой гриб почвенный, который может работать при низких положительных температурах. А учитывая, что в компостной куче всё-таки температура всегда достаточно нормальная, я уже в марте месяце уже первый раз пролил всё триходермой. И естественно, пока высаживать кабачки, к моему месяцу, уже два месяца прошло, и у меня здесь получился такой достаточно переработанный компост. Поэтому и кабачки развиваются очень хорошо. Кабачки просто образцово-показательные. Прямо кабачковое царство. Да, но здесь очень густо они посеяны. Я специально делаю так. Очень густо высеваю. Потом я оставлю самые сильные, а самые слабые я просто поудаляю. И жалко? Ну, жалко, но а что делать? Если оставить так, будут джунгли просто непонятные. Кстати, вот посадка кабачков на таких компостных кучах, оно еще и способствует еще большему разложению той органики, которая осталась. Потому что под мощным этим листовым покровом создаются очень хорошие условия и для триходермы, и для семной палочки, и для всех тех микроорганизмов, которые там работают. Поэтому классная вещь, между прочим. А сейчас пойдем посмотрим на одного интересного сорняка и как с ним бороться. Вот он, этот сорняк. А если вы посмотрите под кустик, там он в очень хорошем состоянии. Сныть, длиннокорневищный, родственник морковки, петрушки и прочих зонтичных. Не дай бог, заведется на огороде, вывести ее гораздо сложнее, чем завести. Из-за того, что корневища очень сильно расползается, иногда на метры, десятки метров может расползаться, если ей нравится. и заполоняет буквально все. Любит и выносит затенение. Лучше всего чувствует себя под кроной деревьев, под кроной кустарников. И это, кстати, еще индикатор хорошей почвы. Она любит богатую жирную почву, поселяется на ней охотно, бушует и отнимает питание. Меня это больше всего раздражает, что она отнимает то питание, которое должно идти яблоням, смородине, овощам и всем прочим. Но, кстати, на огороде сныть практически не поселяется. Почему? Потому что на огороде ежегодная перекопка почвы, прополки, и там сныти нету. Кроме, конечно, клубники. Вот если на клубнику попала сныть, клубника не один год растет, то сныть, конечно, и клубнику забивает. И, не дай бог, она попала на клубу. В цветниках это уже невозможно. Избавиться это навеки вечное. И вот здесь возникает вопрос, как с ней бороться? Особенно, если это цветник, где с гербицидами бывает очень сложно применение, какое-то применить их. Или вот как здесь, площадка под деревом. Ну, смотри, как я делаю. Допустим, цветники, ну, понятно, что я выпалываю все, а кустарники, здесь какое-то небольшое количество сныти есть, но я очень укладываю толстый слой вот такой вот мульчи скошной травы, и видишь, здесь... Ой, а сколько червей много здесь у тебя. И черви, и все. Здесь какие-то корни, конечно, все равно остаются, да? Ну, то есть почва чистая от сорняка толстый-толстый слой вот такой вот мульчи. Еще второй способ, здесь я на этом кусте не делал, в принципе, это красная сморозина, ничего не боится, но на молодых деревьях, допустим, если рядом растет сныть, то я еще кругом дерева либо куста молодого посаженного застилаю картон плотный, и уже потом на картон слой мульчи, и все. и задыхается эта сныть не дает пробивать. это действительно очень экологичный и безопасный способ. Мы просто перекрываем сныти и другим таким долгоживущим опасным сорнякам доступ к свету, доступ к воздуху, доступ к воде. Это может быть плотный картон, это может быть плотный геотекстиль, но желательно действительно сверху очень толстый слой мульчи, чтобы исключить любое проникновение даже кванта света, образно говоря, потому что был случай, когда мы заслали черным спонбондом полосу приствольную у кустарников, но дали очень маленький слой мульчи, и сорняки пробили этот тонкий спонбонд, они прошли сквозь опилку и вышли наружу. То есть, чтобы ее однозначно извести на 100%, это должна быть очень толстая мульча и хороший светонепроницаемый укровной материал. Кто-то использует даже линолеум, кто-то использует черную пленку, это тоже можно, но только помните, что потом вам это обязательно надо собрать с участка и утилизировать, чтобы не загрязнять окружающую среду. Даже геотекстиль, я не сторонник применения геотекстиля на участке, потому что со временем, особенно у кустарников, поверхностно-корневая система врастают корни в геотекстиль и потом убрать, это уже приходится рвать и корневую систему нарушать, поэтому лучше картон, он постепенно разложится в почве, там микроорганизм переработает, та же триходерма, она же перерабатывает и бумагу, и целлюлозу. Да, это же фактически бумага это переработанная древесина, поэтому картон плотный, я думаю, это оптимальный вариант, который можно заслать, засыпать и забыть. Вот есть один сорняк, мы о нем уже говорили, с которым в определенных ситуациях ни прополкой, ни известкованием справиться нельзя, это когда сорняк растет на голубике, который требуется действительно кислая почва, этот сорняк хвощ, здесь полностью заложить его геотекстилем не самый лучший выбор, известковать здесь категорически нельзя, и вот здесь я буду, как говорится, топить за гербициды, придется, придется, но очень и очень осторожно. Многие делают ошибку, когда заправляют гербицидом опрыскиватель, и обычным распылителем просто начинают поливать все вокруг, и гербицид разлетается, попадает на наше растение, и все, идет гибель. Здесь очень важно с определенной, со специальной насадкой гербицид вносить и вести вот буквально на расстоянии 5-7 сантиметров над поверхностью почвы, чтобы ни капельки не попало на целевые растения. И, кстати, вот с гербицидом мой коллега посоветовал очень хорошее средство, это деймос, который реально может справиться с хвощом. Раундап с ним почему-то обычный. ни торнадо, ни раундап, не справляются. Глифосаты обычные, они не справляются с хвощом. Это настолько живучее, но деймос справился, поэтому берите на заметку, вот с этой заразой по-другому иногда просто не справишься. Вот, кстати, только что Дима сказал, что пока он не посадил здесь голубику, хвоща здесь не было. И это как раз тот случай, когда кислая почва и растение индикатор хвощ обыкновенный, полевой, который в этом месте чувствует себя ну просто великолепно. Другим растениям, таким как клевер, лебеда, сныть здесь будет плохо, а он будет чувствовать себя великолепно. И вот в этом случае кроме как гербицидом увы, не справиться. Кстати, почему голубичные плантации лучше пленкой плотной не застилать? Дело в том, что голубика не выносит перегревания корневой системы, а черный укровной материал как раз и дает такое явление. Второе, голубике очень важно, чтобы почва была аэрируемая, воздушная, и любые препятствия это плохо для корневой системы, а голубика она образует на корнях мощнейшую мекоризу, и наша задача создать этой мекоризе оптимальные условия. Поэтому, увы и ах, вот в этой ситуации я все-таки советую точечно, локально вносить гербициды. Иногда нас спрашивают, как внести, чтобы не навредить окружающей среде. Во-первых, это дозировка рекомендованная. Второе, это всегда вносите гербициды после того, как прошел дождь и трава обсохла, когда почва влажная. Бывает такое, что сухая погода держится очень долго и кажется, я сейчас по-сухому быстренько попырскую, все погибнет. Да, оно погибнет, но вероятность того, что гербицид попадет в сухую почву и всосется корнями нужных нам растений, очень-очень высокая. Поэтому, если дождя долго не было, сначала поливаем огород, поливаем наши газоны, даже если собираемся на газоне выводить одуванчики, ждем, когда немножко обсохнет, и только потом гербицид вносим. И обязательно со специальным кожухом, который не дает гербициду разлетаться. И вторая проблема это ветер. Можно, кстати, если кожуха нету специального, бутылку пластиковую отрезать, горлышко, Дешево, надежно и сердито. Бесплатно такой способ. Да, лайфхак. И таким образом ветер не сможет вот маленькие эти завихрения поднять облако гербициды и перенести его на наши овощные, цветочные или плодово-ягодные растения. И, конечно, это техника безопасности. Гербициды все-таки токсичное вещество, поэтому не забываем перчатки, спецодежду, не забываем респиратор и очки. Гербицид должен достаться только сорнякам, а не вам и вашей клубнике. Дим, а это у тебя тоже сорняк? А это самосев кабачка. Не знаю, откуда он тут появился, но растет и растет. Сорняк это растение, которое они сеяли. В данном случае кабачок, цукини, кстати, у него уже зависть образовалась, выросла на свекле. Ну, я за такие сорняки. Я их приветствую. Пусть растет. Пускай растет. А сейчас я на клубнике. Кстати, вот посмотрите, все у меня закрыто белым спонбондом. это для того, чтобы птицы не клевали. Лучшее средство защиты это спонбонд. И вот, кстати, та культура, которую можно и не полоть во время сбора урожая, это клубника. Почему? Потому что трава защищает ягоду, во-первых, от яркого солнца, не так ягода горит. Лучше сохраняется влага. Ну, естественно, если не проводим рыхление, не выпалываем траву, то ягода остается чистая после дождя. Если вот нет мульчи, просто в почве посажена клубника вот на грядку, то тогда во время плодоношения лучше не полоть. Если подрыхлим почву, выпалим сорняки, все после дождя, вся ягода будет в болоте. Поэтому иногда можно сорняки не полоть. И особенно, если засуха, нет возможности регулярно на даче находиться, поливать, тем более не выпалывайте сорняки, они защищают почву от перегрева, не так дают почве высыхать, влага сохраняется. Я полностью согласна, потому что нет ничего хуже, чем гнилая клубника. Когда мы полим, выдергиваем сорняки, земля разлетается, попадает на ягоды, заражает их, ведь в почве полно спор всяких вредных грибков. И как результат, вместо хорошего урожая мы имеем, как сказать правильно, дополнение к компосту. Вот клубничка. Видишь, чуть-чуть она, конечно, в песке, но не сильно. Если бы было прополота, она была бы вся грязная, а так нормально. И вот здесь не закрытый кусочек, и уже птица поклевала. И не только, там у тебя, по-моему, вообще они съели изрядный кусочек. О, все, это уже вся съеденная. Вот смотрите, как попировали птички. Поэтому надо накрывать. Обязательно. Это может быть спонбонд, это может быть специальная сетка. А сетка, кстати, вот многие просто сетку берут, набрасывают наверх, на листья. Ничего не помогает, они проклев, клювом достают, и все. Если сетку, то надо сначала дужки ставить, а уже на дужки уже сетку натягивать. Только так. И есть еще момент, что когда сетка тяжелая, она, конечно, придавливает листву, и это тоже не очень хорошо. Поэтому оптимальный вариант это небольшие дужки, и на них уже спонбонд, сетка... Кстати, чем спонбонд еще хорош? Что, во-первых, сохраняется влага, не так земля пересыхает. Во-вторых, когда идет дождь, ягода не грязнится, он пропускает воду, но нету этих брызг от земли, которые ягоду выпачкивают. И во-вторых, еще в-третьих, даже теплее, быстрее ягода зреет. Поэтому очень удобная вещь, ну и всякие там птицы не клюют. И спонбонд, кстати, не берите слишком плотный, достаточно там 30-й, ну максимум 60-й плотность, это выше... Средняя. Да, средняя, потому что многие там очень поплотнее, тем получше. 90 спонбонд берут плотный, а там клубника может свариться просто, потому что там температура, если солнце, градусов 50, наверное, под таким спонбондом. То есть ничего слишком. Слишком тонкий спонбонд порвется. И птицы, кстати, его научаются разрывать. У меня был случай, когда слишком легкий спонбонд, они видели ягоду, и они его рвали просто когтями, клювами, я не знаю, и доставали все, что им нужно. Вот у меня 30-й спонбонд, 30-й плотности, в принципе, хватает. Вот отличный вариант, кстати. Ну что, Дима, так все-таки получается, что сорняки это наша постоянная война, Да, как бы там кто что не рассказывал, все замульчировать, там, не знаю, гербицидами обработать, невозможно все равно сорняки победить. Постоянно придется с ним бороться, потому что многие сорняки, как видишь, на голубике хвощ пробивает мульчу любой слой. И здесь только гербициды. Иногда если гербициды, допустим, где-то на огороде использовать, да, может кто-то использовать на картошке, хорошо, уничтожаются одни сорняки, но семена-то уничтожаются. Прошел дождь, подрыхлили, семена опять проклюнулись, и опять, и опять. То есть в любом случае вам с сорняками придется бороться, оптимально это выпалывать, выкапывать, агротехника и севооборот. Ну и конечно, это не оставляйте никогда сорняки на грядках. Выпалывайте их вовремя, до того, как они обсеменятся, отправляйте их в компост, закладывайте компост правильно, не забывайте проливать его биопрепаратами, и в каждом случае, в зависимости от того, какие у вас сорняки, вы вправе выбирать самый лучший метод. Будь это гербициды, в случае особо злостных, выкапывание наших любимых одуванчиков, или же прополка. Ну и конечно же, мульчирование. Спасибо за лайки и подписку. Ставьте. А еще заходите в магазины про цветок, там вы найдете все необходимое для сада и огорода. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова